Количество осадков, выпавших за минувшие выходные, достигло месячной нормы. Почти сразу была организована круглосуточная работа региональных и городских дорожных служб по уборке снега. С проездом в той или иной степени, особенно на областных магистралях, разобрались быстро. В городе уборки мешают оставленные вдоль обочин автомобили. Решение проблем каждый ищет по-своему. Сложнее всего приходится во дворах. Основная проблема, с которой сталкивается как наша управляющая компания, так и большинство, это наличие припаркованного автотранспорта во дворах. То есть это значительно усложняет очистку от снега и стараемся работать. То есть вывешиваем объявление, назначаем какой-то конкретный день на каком-то доме и уже в назначенное время, когда собственники берут машины, мы проводим дополнительную очистку. Дворники и тракторы уже обеспечили проезд. Теперь перед ними стоит задача расширить дворовое пространство. Та же самая задача стоит перед городскими дорожными службами. Но здесь уже брошенные автомобили убирают с помощью сотрудников ГИБДД. Пока дорожники чистят дороги, коммунальщики занимаются тротуарами. На городском штабе у нас главой города были определены все мероприятия, которые у нас проводятся в вежесуточном режиме. То есть очистка у нас производится круглосуточно. За время после снегопада отработали все наши службы. Это муниципальные бюджетные предприятия, которые как раз осуществляют уборку дорог. Это наш Дорьемстрой. На дорогах города работает около 80 спецмашин Дорьемстроя. Основной упор для дневной смены сделан на улице частного сектора и пригородную зону. Продолжается вывоз снега с перемычек улицы Гончарова, площадей 30-летия Победы и Соборной. В муниципалитетах региона ведется та же работа. Временами затихающий и затем вновь начинающийся снегопад расслабиться не дает. Мы понимаем, что в настоящее время еще не все работы завершены. Есть еще места, которые не приведены в нормативные состояния. В связи с этим управляющим организациям дано поручение сегодня до конца дня предоставить графики, когда, в какие сроки будут приведены в нормативное состояние всей территории. И за этими графиками будет строго вестись контроль со стороны как региональных, так и муниципальных органов власти. На областных трассах ситуация похожая. Вывоз снега и расширение трасс – главное занятие 300 единиц различной техники на автотранспортных магистралях региона. Кроме прочего, пришлось помочь соседям. Из-за снегопада по территории Республики Татарстан приостановилось движение рейсовых автобусов с сообщением «Казань-Ульяновск». Оно было восстановлено в 6.45 еще 27 декабря. Министр транспорта региона Евгений Лазарев и руководители подведомственных организаций уверены, со снегопадом они в скором времени окончательно справятся. Образовались после сильнейшего снегопада Валы. Вот в данный момент мы их вывозим. И также ведутся работы по расширски автопавильонов. Как думаете, такой большой объем снега справитесь? Да, мы до праздников все вывезем. Снег с дорог, перемешанный с реагентами и дорожной пылью, складируется в определенных для этого местах, так как является опасным для сельскохозяйственной земли отходом. Однако ситуация не перестает быть сложной. В то время, пока готовился этот материал, снег снова начал покрывать недавно очищенные дороги. Будьте внимательны и осторожны. Павел Половов, Владимир Куликов, Николай Трофимов. Новости Улл. Правды ТВ.